Немного о бимсплиттерах, интерферометрах и так далее Мы попробуем сейчас со светом делать всякие интересные штуки Но для этого нужно сначала понять, из каких составных частей состоит наши установки Они могут быть воображаемые, могут быть реальные Значит, конечно же, должен быть источник света Источник света создает свет Я его буду показывать красной стрелочкой Свет у меня будет красной стрелочкой Это может быть лазер, потому что тогда свет двигается по одному направлению Но может быть и просто дырка, через которую свет пролетает Зеркало Это следующий инструмент Видите, у него главная одна поверхность И главная идея, свет, двигаясь в нее, отражается от него Да, вот и все Следующий элемент Это бимсплиттер, или разделитель лучей Бимсплиттер, или разделитель лучей Устроен как зеркало Только он покрыт чуть-чуть меньше серебром И получается, что часть лучей он отражает А часть лучей пропускает через себя И в зависимости от покрытия он может пропускать больше света, может пропускать меньше света Но мы будем говорить о таких разделителях лучей, которые пропускают по 50% света И 50% света отражают И наконец последняя штука, это детектор Когда свет попадает на него Детектор пищит Да, то есть Детектор будет пищать как-нибудь там ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Значит, свет там. Если детектор один пищит, значит, свет там. А если ни тот, ни другой не пищит, значит, нигде света нет. Вот это главная вещь, из чего состоят наши интерферометры. Теперь посмотрим, как их собрать вместе и получить интересные вещи.